Вот и звенит, последний звонок для 11-ти классников Ломоносовской школы. И все, абсолютно все, кто сейчас находится в этом зале, родители, выпускников, братья и сестры, их бабушки и дедушки, учителя, администрация и вся Ломоносовская школа, исполнены гордостью за своих... Постойте, почему эта история начинается с конца? Давайте вернемся в самое начало и узнаем, как все было. Давайте начнем эту историю с самого начала. Каждый год в Аристотелевой галерее вся школа приветствует новый выпуск. Сегодня это выпуск 2013. Живой коридор, выстроенный учениками Ломоносовской школы, это и уважение, и восхищение, и попытка посмотреть свое школьное будущее. Ведь когда-то наступит и их момент. Момент, когда вся школа будет радоваться и провожать их добрый путь. У наших ярких 11-классников впереди экзамены, выпускной, поступления в институты. Но это все будет потом. А сейчас они рассказывают о том, как они жили, учились, творили и развивались в Ломоносовской школе. Праздник. Праздник воспоминания. Праздник радости. Праздник прощания. Праздник, который называется «Школьная жизнь в стиле мюзик». Это невероятно, но в различные музыкальные направления и ритмы уложили всю свою школьную биографию будущие выпускники 2013 года. Они вспомнили все, что пережили в стенах родной школы. Как в кино промелькнули перед зрителями кадры школьной хроники с первого класса по 11-й. Самыми благодарными сегодня зрителями были, конечно, родители. С какой любовью, с каким восхищением они смотрели на своих взрослых детей, как будто не узнавали их. А потом совершенно серьезно выпускники давали напутствие своим братьям и сестрам, потому что им предстоит еще долгий путь к своему последнему звонку. Дети, ценности должны быть вечными. Любите учиться, любите своих учителей, классных руководителей. Не забывайте их, навещайте, дарите цветы как можно чаще. Спасибо вам большое. Поток 2013 года за школьные годы накопил целый репертуар ярких представлений. И сегодня, сегодня подарил зажигательный праздник ученикам, учителям, родителям, администрации и всем тем, кто был в зале. Праздник продолжается. Гамма-мажорных и минорных мелодий. Радуга чувства и эмоций на сцене и в зале. Вот это мы и называем Ломоносовским сообществом. Ярко, красиво, уникально, незабываемо. Залу не пришлось заскучать ни на минуту. Под звездой Ломоносова окончили свои школьные годы Кирилл и Роман Байрамовы. И сегодня, сегодня их отец с гордостью говорит о том, насколько важен для него этот день в Ломоносовской школе. Сегодня 25 мая, еще один последний звонок проходит в Ломоносовской школе. Так совпало, что сегодня последний звонок у двух моих сыновей, которые, я почти уверен, что лучшие годы своей жизни провели здесь. Ибо вся жизнь будет школой, но школа, первая школа в жизни, и учителя этой школы всегда являются базовой ценностью. Те нравственные, профессиональные, научные уроки, которые они получили в школе, им пригодятся всегда в жизни. Я желаю, конечно, выпускникам сегодняшним, выпускникам будущим и всем прошлым, чтобы они всегда несли силу своей школы, ценности своих учителей. И, конечно же, самое главное, чтобы они всегда держали звезду Ломоносова в той школе, в которой они учились. Ибо Великий Ломоносов является действительно важным, нравственным и профессиональным ориентиром для всех нас на протяжении уже более 250 лет. Спасибо. Какие же они красивые и взрослые, наши выпускники. Как трогательно они раскрывали события в своей школьной жизни. Очень трогательно. Ведь школьная тема близка и понятна каждому. А ситуация урока пройдена не одним поколением множество раз. И еще будет пройдена младшими братьями и сестрами наших выпускников. Прожить школьную жизнь – не поле перейти. Оттого так дорог куратору каждый выпуск. С ними было связано множество печальных и радостных фрагментов дорогой школьной жизни. Они учились друг у друга. Они совершенствовались и развивались. И вот сегодня, как будто сдают экзамен. Экзамен на яркую и взрослую жизнь. На самостоятельность. На успешность. Которая обязательно ждет каждого из них. Теплые слова со сцены. Букеты каждому сотруднику школы. Это жест благодарности выпускников и родителей тем, кто вместе с их детьми прожил самые важные школьные годы. Прошел через все испытания. Последний звонок – это праздник школы и семьи. Поэтому родители, родители, отмечая этапы взросления детей, гордятся их успехами и гордятся школой, в которой они учились. Я просто чувствую, что то образование, которое получила Настя, оно абсолютно разностороннее. То есть она не только филолог, мы выбрали профессию журналистики, но также с огромным удовольствием Настя занималась химией. Также Настя с огромным удовольствием занималась математикой и другими предметами, физкультурой. А сегодня получился очень такой символический жест. Арина, моя младшая дочка, которая идет в старшую школу, в пятый класс, она как раз дала этот последний звонок. И ее класс берут те же самые учителя, которые сейчас выпускают Настю. И я-то не расстаюсь со школой, я не расстаюсь ни с учителями. И я думаю, что это здорово. Прощание кураторов с выпуском – это всегда событие. Их музыкальный подарок до слез растрогал девушек. И они плакали, не скрывая своих эмоций. Ведь это – прощание со школой, прощание с детством, прощание с уютным школьным миром. Впереди много света, счастья, добра и успеха, которому иногда нужно будет идти через тернии. Но в эту минуту, в эту минуту, это не важно. В эту минуту важно только одно. Это те чувства, которые испытывает каждый стоящий на сцене выпускник по отношению к любимой школе. Я учусь в этой школе 11 лет, и все учителя и все сотрудники школы – такая большая… Это реально семья стала. И вот я не ожидала, что сейчас я буду с такой реакцией воспринимать весь последний звонок, все это выступление. Потому что когда мы репетируем, ну так, ну всякое это, мама волновалась, типа мама будет плат, платочки ей положила с собой. А здесь я поняла, что вот она, ценность. И, в общем, последний рубеж пройден, и впереди долгая и счастливая жизнь. И много-много планов. Но эта школа и учителя ее оставили незладимый след, который будет вместе со мной всю жизнь. Мы знаем, что выпускники Ломоносовской школы умеют ставить высокий, как это небо, цели. Это традиция, это знак. Какие желания загадали выпускники, мы, конечно же, не знаем. Но они обязательно сбудутся. Ведь дорогу, дорогу осилит идущий. Субтитры создавал DimaTorzok